В эфире Первого городского, наша специальная рубрика, гость в студии. Сегодня рядом со мной Евгения Вижан, руководитель управляющей компании Virtus Hospitality, и Игорь Иванов, генеральный менеджер отеля Carman's Hotel, Янтарь Холл. Здравствуйте, мне очень приятно с вами познакомиться. То, что я знаю, да, это безумно красивый дизайнерский вид, самое сердце Светлогорска, нашей жемчужины Калининградской области. Здравствуйте, безусловно, я думаю, что об этом уже все знают, наверное, около двух минут до променада у вас. В общем, из первых уст хочется теперь услышать, на кого ориентирован отель, ну и, конечно, какие-то основные особенности, которыми вы, безусловно, гордитесь. Любой отель состоит из двух частей. Это, собственно говоря, здание, это интерьер, это техническое оснащение, это инженерные сети и это дизайн и так далее. И вторая часть, это, собственно, вот то, что называется обтекаемым таким словом сервис. Мы об этом с удовольствием расскажем, о нашей концепте горячих сердец, о сервисе. Игорь расскажет о том, какие у нас есть приятные отличия от наших конкурентов в плане технического оснащения. У нас очень богатая инженерия. Мы при постройке не экономили денег на дорогостоящие оборудования. У нас стопроцентная зона покрытия Wi-Fi везде на все территории отеля. Все блогеры к вам велкам. У нас очень хорошее оборудование по очистке воды. Мы пьем воду сами из-под крана, рекомендуем гостям пить. Она и вкусная, и более того, полезная. У нас очень хорошее инженерное решение сделано в нашем СПА. Мы следим и заботимся о наших гостей, следим за безопасностью воды в бассейне в том числе. У нас приточная вытяжная вентиляция выполнена. Вся инженерия у нас выполнена по всем стандартам безопасности. И на высочайшем. И местным, и международным, соответственно. Я услышала такое словосочетание, как концепция горячих сердец. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это такое. Это когда мы говорим о сервисе. Мы создали концепцию, которая объединяла бы и какие-то особенные фишки, наши собственные. Какие-то удобства дополнительные для гостей. Зачастую это такой вау-фактор, нечто неожиданное. И отношение наших сотрудников к нашим гостям, друг к другу, к себе. Что в эту концепцию входит? У нас есть хобби-лобби. Это наш первый этаж, это наш лобби-бар. Лобби-бар работает 24 часа. В рамках этой концепции он всегда доступен. В лобби-баре у нас есть библиотека небольшая. Можно книжку взять, почитать в номере, почитать ее в лобби. За бокалом вина, с кем-то познакомиться, зарядить телефон. Лобби уютный, в хорошую погоду раскрывается стеклянная стенка. Красивая на газон, на площади интерхола. Также у нас есть меню подушек. Можно выбрать подушку для будущей мамы. Подушку с верблюжьей шерсти. Подушку с наполнителем из гречи. Подушку с натуральным наполнителем. То есть жесткую, мягкую, ортопедическую. Это хороший выбор. Такая небольшая, приятная опция. В наших ванных комнатах стоит небольшое меню, где описано все, что можно попросить, если гость забыл. Какие-то гигиенические принадлежности. Бритву, какие-то ватные палочки, пилочки и так далее. То есть весь широкий спектр необходимого для гигиены мы готовы предоставить совершенно бесплатно в том объеме, в котором это необходимо. Это то, что касается наших сервисных историй. Туда же у нас входит прокат электросамокатов бесплатный. Бесплатный? Да, бесплатный. По Светлогорску, то есть можно посмотреть все? Ну, самоката хватает зарядки на сколько? На 4 часа? Отлично. Даже больше. Отлично. Мы гостям с удовольствием подскажем, наши замечательные сотрудники на ресепшн, куда и поинтереснее, покрасивее поехать, где сфотографировать. Единственное требование – нужны права, потому что наши самокаты достаточно мощные. Если их остановит автоинспекция, то, в общем, права попросят предъявить. Но мы предупреждаем гостей, на сайте есть об этом информация. Шлемы предоставляем. СПА у нас включен к посещению бесплатно в течение дня. Это вот то, что касается таких технических историй. А что касается персонала и горячих сердец, мы, конечно, изначально стараемся подбирать людей, кто любит сервис, кто хочет в этой сфере работать и расти, кому нравится общаться с гостями, кто получает удовольствие, рассказывая о своем крае, о вот этих особенностях, об истории, о географии. Кому это нравится, кто делает это с удовольствием. И мы, конечно, наших ребят этому обучаем. Мы ожидаем, что они будут делать немножко больше, чем гости ожидают. Мы проводим специальные тренинги, которые так и называются «Горячие сердца». Там есть командообразующие упражнения. Например, вот вчера у нас ребята мастерили летательный аппарат. Надо было спустить яйцо куриное сырое с пятого этажа, чтобы оно не разбилось. Обе команды, кстати, были на высоте. Оба яйца приземлились в целостной сохранности. Это высочайший сервис, правда. Мы учим быть командой, мы учим мыслить нестандартно. И далее у нас есть упражнение, когда сотрудник получает карточку, на которой описана некая ситуация такая, ну, нестандартная. Когда гость просит что-то такое особенное, когда что-то идет не так, когда может быть какой-то конфликт между отделами. И мы разыгрываем эту ситуацию, проигрываем, проговариваем. Мы изображаем гостей, сотрудник изображает сам себя. Мы обсуждаем, да, правильно ли, а можно ли по-другому, а как, может быть, было бы в этой ситуации лучше. Они очень вовлечены, им интересно, они чувствуют, они думают в разных направлениях, они пытаются почувствовать себя гостем. Это очень интересно и крайне полезно. Вот я, конечно, как девушка не могу не спросить. Вы уже пару слов сказали, но хочется теперь подробнее. Ваш спа-комплекс, я наслышана, что красивейший, что там все безумно красиво. Расскажите немножко подробнее, что он себя включает, что мы там можем делать, ну, и не только девушке, понятно. У нас есть замечательно оборудованный тренажерный зал. У нас есть два массажных кабинета, где работают профессиональные мастера. Кстати, с недавних пор мы запустили парные процедуры, романтические для пар. Шикарный подарок на любой праздник. Для которых мы отдельно открываем, точнее, даже не открываем, а закрываем наш спа в поздние часы. Индивидуально для гостей. И в эту программу входят как раз спа-процедуры расслабляющие, когда гости у нас просто отдыхают. Помимо всего этого, есть, естественно, все необходимое, это тапочки, полотенца, все это дезинфицируется. Есть сама спа-зона. В самой спа-зоне у нас даже, наверное, не бассейн, а такой большой... Гидромассажный бассейн. Гидромассажный. Ну, он не плавательный. Он такой вот... Ну, дети там могут плавать. Я думаю, что то, что нужно на отдыхе. Огромная ванна гидромассажная, да? Да, можно так сказать. Там есть гидромассаж, можно включить водопад небольшой, там есть каменные шезлонги с подогревом, есть два типа саун. Это обычная финская сауна и турецкий хаман. Прекрасно для того, чтобы провести вечер. И душ впечатления между ними. У нас стоит под разными струями, там направленные специально струи, там, в общем, такая интересная история. Он частично гидромассажный, частично, я бы сказал, может быть, такой тропический ливень, такой передающий. Я только хотела сказать, пусть это останется маленькой интригой, для того, чтобы наши зрители затестили это самостоятельно. И спа у нас такой имеет формат пещеры, вот то, что вы говорите, он очень красивый. Он очень камерный, приглушенный свет, это такие каменные своды. После прогулки на море, идеально. Начали говорить про тренажерный зал, я, конечно же, не могу не спросить про еду, про ваши рестораны. Расскажите нам про них, какая кухня представлена, и вы уже говорили, да, что у нас посетители, наверное, бывают с разными запросами. Чем вы их кормите? Ресторанов у нас два. Собственно говоря, под разные запросы. Ресторан первого этажа называется «Феликс Круль». В этом ресторане мы обслуживаем гостей завтраком. Там открытая кухня. Можно понаблюдать за тем, как работают наши повара. Такое завораживающее действие. Открытая кухня. Когда гостей много, да. То есть мы, нам нечего скрывать, у нас профессиональные сотрудники, у нас дорогое оборудование, мы умеем это делать. Поэтому мы готовы показать вот эту свою изнанку. Она у нас хороша. Соответственно, ресторан «Феликс Круль». «Феликс Круль» — это герой повести Томаса Мана, известного немецкого писателя, нобелевского лауреата, который в течение 20 лет писал роман под названием «Приключения признания авантюриста Феликса Круля». Поэтому ресторан у нас, собственно говоря, европейской кухни с элементами авантюризма. Авантюризма, это мне хочется сказать. Да. Томас Ман отдыхал в Раушене, и мы решили, что наверняка за 20 лет и отдых в Раушене как-то совпал с написанием романа именно здесь, именно в Светлогорске, именно этого романа. Поэтому герой нам понравился, мы его, так сказать, взяли себе. У нас униформа к этим годам, это, собственно говоря, все это происходит в 30-40-е годы 20-го века, имеет некий такой намек. Ну и вот этот авантюризм в нашей кухне. Кухня европейская, да, но есть интересные моменты. Мы подаем, например, уху балтийскую с настоящим дымом. Она выносится под красивым клошем, и в момент подачи этот дым испаряется, насыщая воздух ароматом. Мы фламбируем стейки непосредственно перед гостями. У нас есть шепчущий суп клубничный с буратой. Вот, у нас есть... То есть элементы авантюризма в нашем прочтении это необычные сочетания, это какой-то экшен, который происходит, собственно говоря, при подаче непосредственно в зале. Это какой-то необычный дизайн блюда, может быть. Например, вот для корпоративных гостей у нас разработано интересное меню. У нас есть меню в стиле русского авангарда. Это меню полностью цитирует пять картин знаменитых художников-авангардистов. Мы рассказываем о картине, и мы готовим при гостях. Повар создает вот это полотно. Но схожесть значительная, оно весьма напоминает шедевр. Это создается при гостях и подается гостям. То есть это вкусно, это зрелищно, это интересно. И аналогичный ужин у нас есть рассказывающий об архитектуре, об истории архитектуры. То есть мы цитируем на тарелке различные архитектурные стили значительные. Антечность, готику, конструктивизм. Интересно и подробно о них рассказываем. Да, интересно и подробно о них рассказываем. Ну и опять же, это вкусный эффект. А подскажите, пожалуйста, если, допустим, это турист, мимо проходящий вашей красоты, можно ли в ваш ресторан зайти просто покушать? Да, конечно. Ресторан открыт для всех. Собственно говоря, и завтрак. Я просто думаю, что сейчас многие калининградцы задались этим вопросом, чтобы просто прийти и красиво вас полужинать. С большим удовольствием мы всех ждем. У нас, помимо, собственно говоря, той части ресторана, которая внутри здания, у нас еще очень красивая терраса. Терраса всепогодная. Кровля поворачивается, открывает солнышко в хорошую погоду себя. Окна телескопически опускаются. То есть в хорошую погоду у нас можно замечательно провести время, послушать, как поют птицы, посмотреть на интерхол, на движение людей на площади. То же самое относится и к ресторану пятого этажа. Это второй ресторан, да? Да. На пятом этаже. На пятом этаже это гриль-бар. Мы его открыли совсем недавно. С 1 мая он открылся. Там установлен, мы им гордимся, гриль, который называется XON. Он угольный. И он прямо на углях готовит мясо. Стейки. И наши замечательные повара делают это очень хорошо. Уголь может быть разным. Это может быть яблочная стружка, это может быть ольха, это может быть дуб. То есть мы вот эти вот... Сейчас просто у всех килинградцев, мне кажется, аппетит пробудился моментально. Помимо мяса у нас там бургеры есть. В общем, всего-всего еще много. То есть, насколько я понимаю, это открытое пространство, да? Оно так же, как терраса первого этажа, оно тоже все погодное. То есть там тоже есть стеклянные телескопические стены, которые можно опустить в хорошую погоду, поднять при ветре. И такая же кровля из ламелей, которые поворачиваются, и пропускают солнечный свет в хорошую погоду, в ветреную, в дождь, они закрываются. Что обеспечивает абсолютный комфорт при посещении. Да, там есть инфракрасные обогреватели, потому что лето у нас разное. Разное, да. Да, у нас есть пледы. То есть, в принципе, в любую погоду мы гостей ждем. Там кухня ближе к русской. Там есть локальные блюда. Мы старались использовать максимальное количество локальных продуктов. Мы вообще стараемся относиться с большим пиететом к тому месту, где мы находимся. Например, наши залы для конференции и банкетов называются Балтийское море и Тихое озеро. Это наши топонимы. Это большое-большое море. Это большой-большой зал. И маленькое Тихое озеро. Это маленький зал. Отсюда у нас Феликс Круль. В дизайне перекликается. В дизайне у нас много что перекликается. Волны, песок, дюны. Это вот, собственно говоря, вот эти спокойные краски. Да, да, да. Я хотела сказать, что давайте вернемся уже внутрь вашего отеля как посетители. Конференц-залы. Они у вас тоже шикарные, тоже красивые. Расскажите нам о них. Их, во-первых, назначение. Что там может быть проведено в теории? Что вообще проводится? Как они выглядят? Я так понимаю, что их у вас тоже два, да? Начну с маленького. Называется оно Тихое озеро. Неваново, извините. Называется первый зал Тихое озеро. Этот зал, он отдельно стоящий. Он находится не отдельно от отеля. А, как маленькая гостиница. Он отдельно, перед ним зеленая лужайка. Между ним и отелем симпатичная зеленая лужайка. Этот зал полностью оборудован. Там есть все необходимое для проведения различных конференций, включая видеоконференции. Проектор, выезжающий с потолка. Ну, в общем, все необходимое. Проектор 4К, мощный, дающий очень качественную картинку. Огромный экран. Работать у вас тоже возможно. Да, да, да. Панорамные окна. Очень качественные. Но это не только зал для конференций. Он прекрасен также для частных мероприятий. Его можно декорировать в любом стиле. Под любую тематику свадьбы. Нерождение. Нерождение. Нерождение, переговоры. Банкеты и так далее. И более того, этот номер может быть уютным люксом. Это помещение может также стать и номером. То есть это будет гарден-сьют с видом лужайку. То есть такая возможность тоже есть. Это такой интересный трансформер. Красиво. А второй конференц-зал? Второй конференц-зал у нас находится также на пятом этаже, так же, как Бархея. Он у нас называется Балтийское море. Евгения, подсказывайте, сколько он по площади. Зал интересен тем, что он такой у нас двухразмерный. Внутренняя часть зала 68 квадратных метров, окружена с двух сторон обширным балконом. Балкон с помощью раздвижных стеклянных перегородок может быть присоединен к залу. Тогда зал приобретает площадь 168 квадратных метров. 80 человек, круглые банкетные столы. И еще остается достаточно места для танцев и программы. То есть это также многофункциональная история. Там можно сделать банкет, свадьбу, торжество. Да, их можно использовать в связке с этим баром Хёе. Хёе по-немецки это высота. Высота Карманса. Карманс Хёе. И, собственно говоря, можно в Хёе сделать, например, кофейные перерывы. Либо там можно сделать приветственный фуршет. И сам банкет уже в большом зале. Плюс под нами находятся люксы. То есть если мы организуем свадебное торжество, то как раз у нас может быть номер для молодоженов, для семьи. Если свадьба какая-то из разных городов, например, это очень удобно. Ну и плюс меню вы прорабатываете, я так понимаю. Да, у нас большое количество банкетных меню интересных, разных, на разный бюджет. Все это можно проговорить и согласовать заранее, если есть какие-то пожелания, мы готовы их выполнить. У нас уже, собственно, был опыт свадеб. У нас уже была роспись, арки, вот эти все истории. Ну и он технически оборудован точно так же, аналогично, как с террасы на первом этаже и как в гриль-баре на пятом этаже телескопическими окнами. Балкон вот этот прекрасный, он также опускается. Часть, часть, можно кофебрейки устраивать. Да, кровля открывается. Да, то есть тут можно соединить. Если это деловое мероприятие, то можно задернуть блэкауты и всех изолировать от природы. Наши, собственно говоря, реликтовые сосны, они вот там, вот фитонциды полезнейшие. Вот, а если это что-то такое более вот про отдых, то можно, конечно, все это открыть. Там чудесно поют птицы, там свежий ветерок, это очень приятно. Ну, с учетом того, что ветерок уже не только свежий, но и теплый, и у нас уже, наверное, дня три стоит настоящее лето. Расскажите, пожалуйста, за сколько лучше бронировать у вас номера, чтобы не прогадать, чтобы точно остаться вот при том номере, который вы выбрали? Номеров у нас 43. Это довольно много для Светлогорска, но это немного для... Для всех желающих посетить. Да, для всех желающих посетить. Поэтому, конечно, в свете того, что политическая ситуация как-то меняется, меняется рынок, окно бронирования может сокращаться, может удлиняться. Что касается летнего периода, у нас очень много запросов на лето, на июнь, на июль, на август. Активно мы сейчас уже работаем с сентябрем. Номера еще, собственно говоря, есть, но спрос большой, и цены достаточно высокие для этого периода. Ну, что, в общем, логично. С учетом того, что вы рассказали, знаете, есть такое понятие, когда не жалко заплатить за свой отдых, особенно когда он в таких красках. Ну, в общем, да, мы тщательно следим за нашими отзывами, и они составляют нас радоваться. Это же все на себя, на любимых. Да, да. Я думаю, что все услышали, что лучше об этом позаботиться заранее, что, в принципе, и понятно, потому что, я думаю, все-таки большой туристический наплыв у нас уже будет. Тем не менее, у нас есть дни, когда можно поймать интересную скидку, мы работаем с тарифами. У нас гибкая система ценообразования. А как об этом узнать? Ну, можно следить за нашими соцсетями, подписаться на нас, можно заходить на наш сайт. Ну, работает это как? Вы просто ту дату, которая вас интересует, проверяете. Есть ли у нас какие-то интересные предложения, то есть у нас есть тариф. У вас это будет размещено, да? На вашем сайте и в соцсетях? Да, на сайте всегда есть все. На сайте, когда вы проверяете конкретную дату, вы видите все тарифы, которые доступны. То есть есть тариф, когда он невозвратный, вы оплачиваете при бронировании, но он со значительной скидкой, то есть вы не можете отменить. Соответственно, есть тариф, который вы просто бронируете, вы можете верить. Вернуть деньги. Летом мы просим за 7 дней сделать предоплату в размере 50%, остальное уже по факту на стойке. Ну, потому что спрос большой. А какие вообще ресурсы существуют на сегодняшний день, где можно забронировать ваш номер? Вот я услышала социальные сети, я услышала ваш официальный сайт. В социальных сетях нельзя забронировать, можно просто следить за нашими новостями. Да, за красивыми картинками, за какими-то событиями, которые мы всегда освещаем. Тогда это официальный сайт, да? Да, лучшее место – это наш официальный сайт, там самые лучшие тарифы. Они ниже тех тарифов, которые представлены в других ресурсах. Это возможно, и мы пользуемся этим, мы привлекаем гостей на наш сайт, мы сознательно это делаем. То есть любые другие электронные каналы бронирования будут дороже. Самые лучшие условия. Мы никогда не публикуем вот эти интересные дисконтные тарифы. То есть если мы понимаем, что на завтра у нас осталось там еще шесть номеров, и давайте-ка мы их продадим, мы ставим скидку 20-25 процентов. Мы никогда не делаем этого на других ресурсах. Да, на других ресурсах всегда на нашем сайте. Мне кажется, это самый удобный способ зайти. Это самый удобный способ, это самый дешевый способ, потому что, наверное, может быть, многие не догадывались, но ресурс Booking Common был крайне удобен, но он был дорог. Он получал значительную комиссию со средствами размещения, да, весьма ощутимую. На официальном сайте, пожалуй, самая актуальная информация всегда. Мы всегда выкладываем что-то, какую-то информацию, о каких-то событиях рассказываем, которые, вот, например, у нас сейчас в баре Хёй на пятом этаже по пятницам играет диджей. И с субботом. Мы об этом рассказываем в наших соцсетях. В социальных сетях, в самой удобной месте. И на сайте тоже есть эта информация. Тогда социальные сети и официальный сайт ждут вас. Я уже там. Я, наверное, попрошу вас обратиться к нашим зрителям и просто пригласить их. Я не знаю, требуется оно или нет, потому что с учетом всего объема полученной информации я уже себе картинки нарисовала и, думаю, достаточно. Но все-таки вам слово. Уважаемые дамы и господа, отель «Карменс Янтарь Холл» всегда ждет вас с большим удовольствием. К вашим услугам наши рестораны, наши универсальные залы для банкетов и конференций. Наши массажисты также будут вас рады видеть у себя в гостях. Добро пожаловать! Конечно же, концепция горячих сердец, которая не может остаться без внимания. Спасибо вам огромное! Мы всех согреем! Спасибо огромное! У меня в этом сомнений нет. Я еще раз напомню, для тех, кто не слышал, у меня в гостях были Евгения Вижан, руководитель управляющей компании «Виртус Хоспителити», Игорь Иванов, генеральный менеджер отеля «Карменс Хотел Янтарь Холл».